Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи, задать свои вопросы, рассказать о том, что вас беспокоит. Мы постараемся вам помочь. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Нам также можно всегда написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и, наконец, вы сможете смотреть нашу программу и в интернете на сайте первообразовательный или sgutv.ru в разделе прямой эфир. Итак, мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает? Пела когда-то героиня известного кинофильма о своей неразделенной любви. Но ведь это относится не только к любви. Как мы выбираем? Почему в наше ближайшее окружение приходят именно эти люди? Как выбирают нас? И почему мы оказываемся в кругу тех или иных людей? Как эти люди влияют на нашу жизнь и как не ошибиться в этом выборе? Об этом мы и поговорим сегодня. И у нас в гостях известный психолог, консультант психогенетик, кандидат в физико-математических и кандидат в психологических наук Наталья Афанасьевна Цветкова. Здравствуйте, Наталья Афанасьевна. Здравствуйте. Действительно, наш ближайший круг, как в нём оказываются те или иные люди? Почему мы начинаем дружить с теми или иными людьми? Как мы выбираем себе партнёра в жизни? Казалось бы... То есть это очень важно, потому что ближний круг, он есть у каждого человека. Это те люди, с которыми мы сталкиваемся или с которыми мы проживаем практически каждый день. Они нам близки, дорогие. И, наверное, именно поэтому очень важны. И важно то, кто тебя окружает. И важно выбрать этих людей. Да, да, да. Действительно, вот здесь два утверждения. Во-первых, действительно, судьба каждого человека очень в значительной степени зависит от того, кто его окружает. Какие учителя встретились на его пути, какие мастера встретились на его пути, какие супруги были выбраны или супруг. Но есть круг людей, которых мы не выбираем. Это наши кровные родственники. Это наши папы, мамы, братья и сёстры. И, вы знаете, этот вопрос о влиянии круга людей, которые окружают, настолько болезненный и острый, что даже вот семейные психологи в кругу родственников выделяют три отдельных круга. Это круг кровного родства, это круг навязанного родства. Например, я выбираю мужа, но я не выбираю свекровь. Тем не менее, она моя родственница. То есть с мужем или там с женой в вашу жизнь приходят другие родственники. Которых, можно сказать, навязанное, потому что мы их не выбирали. И, наконец, есть третий круг. Это родственники по выбору, куда могут попасть люди из первого и второго круга. То есть с кем мы, являясь родственниками, на самом деле хотим дружить и хотим общаться. И в этой связи нужно первое, что сделать в нашей с вами беседе на такую острую, важную, актуальную тему, это определиться, что такое близкие люди. Кто каждый из нас, как он представляет близкого человека. Не только родственника. Правда? Конечно, просто близкого человека. Потому что то, как мы выбираем, в значительной степени определяется того, кого мы считаем близким. Потому что будет ли это человек, который будет нас всё время выслушивать? Или кого мы хотим выслушивать? Будет ли это человек, на которого мы можем положиться в трудную минуту? Или это человек, который, мы знаем, что в трудную минуту не поможет, он готов делить с нами радости? Поэтому вот для того, чтобы начать ответ на вопрос, мы выбираем, нас выбирают, почему это не совпадает, то первое, это потому что, когда мы выбираем, мы выбираем удовлетворение своих потребностей. Потребностей. И это может радикально не совпадать с потребностями тех, кто выбирает нас. То есть мы потребители в какой-то смысле? Каждый из нас, конечно. И в этом нет ничего плохого, потому что вообще-то человек потребляет жизнь. Мы потребляем продукты питания, мы потребляем возможность поспать. Мы вообще потребители. Мы же электростанция, которая без топлива не работает. Во всех смыслах. Мы не можем без еды, питья, но мы не можем и без общения. Важно, чтобы вот это общение, которое является для этой электростанции таким топливом, было нужного качества, иначе плохо будет работать. Вот. И здесь ключевое слово «нужное». То есть мы, каждый из нас всегда стоит перед выбором. И каждый из нас имеет в жизни ситуацию, когда он думает, боже мой, куда я смотрела? Почему я выбрала его или её? Почему я упустила какие-то нюансы его ко мне отношения и её? Это происходит потому, что мы иногда стесняемся признаться в том, а что, какую потребность мы удовлетворяем, выбирая того или иного человека. Ну, либо мы выбрали... Если мы выбрали этого человека, то тогда, конечно, какую мы удовлетворяем свою потребность. Но мы сегодня обязательно поговорим о тех случаях, когда выбирают нас, когда, может быть, мы были пассивны в период выбора и выбрали нас, а получилось так, что этот человек находится в вашем кругу, он в вашем ближнем окружении, и непонятно уже, то есть ты ли выбирала или тебя выбрали, этот человек вот находится в твоём окружении. И тогда, да, конечно, сложно, непонятно, чей заказ ты выполняешь, свой или этого человека. Да, точно. И именно поэтому нам с вами хотелось бы, наверное, для всех наших зрителей обратить внимание на то, что не стесняйтесь признаться в себе, почему вы делаете этот выбор. Потому что иногда, например, мы думаем, что мы выбираем любовь, а на самом деле мы бежим от одиночества. И вы же понимаете, это будут разные выборы. Конечно, подмена понятий. Подмена понятий. И иногда настолько бесперспективным кажутся поиски любви, что человек внутренне соглашается искать не любовь, а искать, так сказать, декорации, в которых не будет так одиноко. И надо себе в этом честно признаться, потому что иначе мы не понимаем свой выбор. А свой выбор надо всегда понимать. То есть надо всегда сначала разобраться с собой, как говорят, да? То есть что ты хочешь в этой жизни, какими людьми ты хочешь быть окружён, или что тебе нужно для жизни, чтобы понять, что ты можешь взять, в хорошем смысле этого слова, от других людей. Точно так же, как и найти свою вторую половину, да? То есть какой человек тебе нужен? Очень сложно искать, я не знаю, квартиру, мебель, машину, или даже хоть женскую сумочку, если ты не представляешь. А что же тебе нужно на самом деле, да? То есть какая сумка тебе нужна? Хозяйственная или для выхода, не знаю, в театр и на концерты? А уж тем более люди. Так ведь? Как часто у нас, скажем так, существует вот этот хорошо сформировавшийся образ того, чего мы хотим? Или наши ошибки из-за того, что зачастую у нас в голове хаос, и нам хочется и красивого, и богатого, да, если говорить там о муже, и чтобы, скажем так, не изменял, и чтобы детей любил. Ну, мы знаем, что такое встречается крайне редко, да? Или друг, который тебе, тебя никогда не предаст, всегда придёт на помощь, поможет, не будет тебе, не знаю, проливать слёзы на твою грудь и жаловаться на свою судьбину горькую постоянно, да, тем самым терзая тебя, ну, и так далее. Как? Ну, во всяком случае, у нас есть один выбор, где мы в своих критериях более или менее определены, хотя и не всегда осознаём это. Это выбор спутника жизни, супруга или супруги. Потому что у нас есть наследственная память о том, кто были партнёрами, супругами наших предков. Это нам может не нравиться, но, тем не менее, модель выбора – это одна из тех моделей поведения, которую мы повторяем в большинстве случаев. Но она же может быть и ошибочной, да? Да, она может быть очень ошибочной. Но исследования показали, что даже если мы выбираем спутника в жизни от противного, я сейчас приведу пример, то всё равно почему-то получаем тот результат, от которого хотели уйти. Например, девочка, которая видит, что её папа совсем не уважает маму. Ну, например, он пьянствует. И мама борется, но безрезультатно. Она смотрит на эту семейную жену и говорит так, я теперь поняла, я буду выбирать самого трезвого. И она в своей студенческой компании выбирает молодого человека, который действительно самый трезвый, и выходит за него замуж, и через какое-то время обнаруживает, что они скандалят. И когда психолог начинает разбираться, почему, то оказывается, что она выбирала трезвого, не понимая, что на самом деле она хотела выбрать того, кто не будет скандалиться. И своим поведением, и своим выбором она выбрала того, кто умеет скандалить. И с удовольствием это делает. Только в отличие от мамы и папы, они скандалят на трезвую голову. Поэтому в этом вот есть трудность наших выборов в том смысле, что мы очень часто следуем наследственным убеждениям, не умея создать свою позитивную шкалу выбора. Как вот вы процитировали, надо, чтобы он был всего-навсего умным, нежным, заботливым, молодым банкиром. Понимаете, у нас часто вот такие, так сказать, это не значит, что надо понижать планку выбора. Принц на белом коне просто обязательно должен быть. Да, да, да. Ну, лошади не в моде, но поэтому, наверное, Мерседес зовут Мерин. Поэтому надо как-то очень чётко осознавать приоритеты. Психологи считают, что нужно осознать три главных качества, которые вы бы хотели видеть в людях, которые вас окружают. Три. Не пишите семь, да, выделите три. Вот без какого качества, которое вам будет предъявлено партнёром, вы не представляете своей жизни. И эту тройку всегда держите в как реперную такую точку, да, как возможность сравнить. Если это щедрость, там, щедрость, умообразованность, то пусть это будет щедрость, умообразованность. Не отступайте. Мы же очень часто думаем, ну, я дообразую. Да, я доучу. Ну, допеределаю. Да. Мы всегда думаем, что кого-то сможем переделать. Да, 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 да. Более того, у нас есть это устремление. Очень интересно, в 80-х годах, когда мы стали так более открытым для обмена зарубежным опытом в психологии, то вы знаете, что сказали американцы, когда понаблюдали, значит, поисследовали нашу семейную жизнь. И они сказали, вы знаете, американская невеста выходит замуж для того, чтобы наслаждаться достоинствами своего избранника. А русская, российская невеста выходит замуж для того, чтобы исправить недостатки своего избранника. Мы такие все мамы или учительницы, да? Да, 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 да. Мы такие все, да, учительницы скорее. Воспитательницы. Воспитательницы детского сада. Поэтому они у нас часто ведут себя как еще не закончившие детский сад. Как дети детского сада. Да, да, да. Хорошо. Но получается, что нас окружают все-таки в разные периоды жизни нас могут окружать разные люди, да, из ближнего круга. Понятно, что в детстве это родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, возможно, братья и сестры. В подростковом возрасте, потом появляются школьные друзья и подруги, затем студенчество, ну, потом уже мы ищем, значит, свою вторую половину и так далее. Есть друзья, там, не знаю, или есть, люди из ближнего круга на всю жизнь, что называется, а есть на какой-то короткий промежуток времени. Есть, когда друзья уходят, да, то есть хорошие люди из твоей жизни. Стоит ли, вот как к этому относиться? Это нормально или... Я понимаю, что удержать что-то искусственно невозможно, но иногда бывает настолько обидно и жалко этих людей, но они уходят из твоей жизни. Ну, вопрос, жалко этих людей или самого себя? Отношений. Отношений. Ну, вот посмотрите, всё-таки, безусловно, мы не бываем разными, мы всё время развиваемся. И мы же не сожалеем сейчас о том, что нас не возят в колясочке. Правда? В детской. Это да. Поэтому... На это у нас хватает ума. А на дружбу должно хватать этого же ума. Потому что ведь мы... Когда дружба наиболее крепка, когда люди имеют одинаковые интересы, одинаковые цели, то есть они совпадают векторами своего развития. Но ведь эти векторы потом расходятся. И очень часто мы встречаемся на встрече одноклассников, и мы понимаем, что кроме статистических данных, сколько стран посетил, сколько зарабатываешь, сколько детей вырастил, уже больше не о чем разговаривать. Понимаете? Конечно. Потому что очень разная вообще наполненность содержания жизни. Прожита жизнь, какие-то прожиты отношения. Она разная. Поэтому надо понимать, что отношения зарождаются, они развиваются, и они, как ни грустные, то умирают. Потому что каждый человек развивается в своем направлении. Другое дело, что если иногда нам не хватает мудрости преодолеть в отношениях обиды, ну тогда это наша ответственность. Если я понимаю, что это мой человек, и произошла недомолвка, так тогда надо дать себе труд все-таки взять на себя ответственность и в клювике-то ветку мира принести на стол переговоров. Но мы же не умеем, очень многие не умеем повиниться, не умеем попросить прощения. Поэтому разрушение отношений по двум причинам. Одни, они просто изживают тебя, ищерпывают от других, то, что сказать прости, и я был неправ, это не входит в репертуар многих из нас. Зато в нашем репертуаре звонки телезрители, поэтому давайте послушаем первый звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире нас внимательно слушаем. Алло. Привет, спасибо большое, очень интересный разговор. А вот вы знаете, у меня такой вопрос. Вот я человек зрелого возраста и прожила долгую жизнь с мужем, но в его семье, значит, в жизни ушел его отец, и мама остается одна. И как любящий сын, и она как любящая мама, она стала как бы, ну, не вмешиваться в нашу жизнь, а вот что нам нужно сделать в этой ситуации? Потому что у нас сложились очень сложные, ну, большие проблемы. Все-таки она стала вмешиваться в вашу жизнь? Да. Спасибо. Хотя ей наверняка кажется, что она не вмешивается. Сорвался звонок, да. Она наверняка просто в связи с тем, что ушел из жизни близкий человек, она пытается проживать свою жизнь вместе с жизнью семьи ее мужа. Это крайне сложная ситуация, потому что тактично отсоединиться практически никому не удается. Не потому что сыновья бестактные, потому что мамы не считают, что это неправильная линия поведения присоединяться к семье, там, дочери или сына. Такие мамы говорят, а кому мне еще присоединяться? Конечно. Ты же моя дочерь, ты же мой сын. Да, ты же моя дочерь, У меня роднее и ближе никого нет. Конечно. И здесь, как ни печально это осознавать, надо присоединяться к самой себе. Вот мы все-таки должны иметь свой круг друзей, подруг. Свой ближний круг. Свой ближний круг, кроме детей и их детей. Потому что вот как раз в такие минуты, когда родственные узы разрываются по каким-то причинам, ухода из жизни или развода, то нельзя вписываться в жизнь детей, потому что мы разные поколения, у нас не может быть разных интересов. Ну, дети сами могут впустить, наверное, по своему желанию. Тут можно понять женщину, ушел муж из жизни. Освободилось то время, которое она тратила, в хорошем смысле этого слова, на близкого человека. И теперь, куда ей деть вот эту свою душевную, не знаю, там, силу, доброту, любовь. И, возможно, у нее ее много. И на что это тратить? Наверное, нет у нее какого-то такого занятия, как вы правильно говорите, подруг или друзей, необходимое количество, куда она могла бы все это применить. Поэтому она все это отдает, решила отдать сыну и пустить в его семью. А этой семье, оказывается, этого многовато, слишком много. Вот не надо в таком количестве. Если есть слишком много пирожных, то можно заработать диабет. Вот это то же самое. Да, да, да. Понимаете, слишком много родителей в жизни выросших детей, это, безусловно, изменяет жизнь взрослых детей. Если нет, вот этой уже устоявшейся привычки жить вместе. Есть же страны, которые живут до сих пор большими многопоколенными семьями. Но там тоже есть проблемы. Поэтому я бы прежде всего сказала, что такие мамы должны понимать, что это их задача наполнить свою жизнь чем-то, кроме жизни своих детей. Или быть достаточно тактичной, чтобы оказывать помощь, а не быть центром семьи. Ну, а детям таких мам, я бы хотела сказать, что избегайте тогда хотя бы тех ситуаций, а очень многие мамы провоцируют, когда уже дистанцироваться от мамы невозможно. Например, погиб папа, срочно начинают съезжаться. Если ты из другого города, то привозят. Вот-вот запомните, мама даже в любом возрасте не чемодан. Её не надо привозить. Вокруг неё надо организовывать нормальный быт, если сама она этого не может сделать. Поэтому вот если закончить ответ на этот вопрос, надо говорить, что, конечно, травма, в которой находятся пожилые женщины, когда у них уходит долголетний, долголетний спутник жизни. Это очень серьёзное. И здесь надо мобилизовать весь свой такт терпения и терпимость, чтобы выработать приемлемые для молодой семьи рамки, в которых будет вливаться энергия маминой помощи, участие. И вообще вот... Ну, я думаю, что дети тоже могут помочь маме как-то осознать это или... Они могут помочь осознать, но они не могут помочь найти новых друзей и хобби. Особенно в таком возрасте. Вот это задача самой женщины. Знаете, у меня есть клиент, мама которого, знаете, куда ездила отмечать своё 80-летие? В Аргентину. Потому что она покупала там туфельки для танго. Потому что она вот в 75 лет, у неё ушёл её мужчина, ну, это второй её брак был, да, из отчима, его клиента, из жизни. Она пошла танго танцевать. Понимаете? Конечно, не все так физически здоровы, но она нашла себе занятие, и сын гордится, говорит, я маме на 80-летие дарю поездку в Аргентину. Вот это мама. Замечательно. Вот это мама, да, в Аргентину 80 лет, да. За туфельками для танго. Для танго. А не просто танго. А не то, что некоторые в 55 лет боятся покинуть свою квартиру, выйти за порог. Правда же? И звонят, и говорят, я такая старенькая, сходи за меня в магазин. Да, конечно. Поэтому, конечно же, в любом возрасте круг, свой ближний круг можно расширить, ввести новых, найти новых друзей, новые занятия. Это очень важно. Скажите, пожалуйста, а насколько вот наш выбор, есть ли в нём элемент случайности? Вот это всё-таки делаем мы, или это что-то свыше, кто, что и, трудно сказать, руководит этим выбором? Случайно ли это? Давайте так. Мы карму, законы кармы, всё это останем в стороне. У нас случайного выбора не бывает. Он бывает либо осознаваемым, либо неосознаваемым. Вот когда он неосознаваемый, он кажется случайным. Но он просто неосознанный. Поэтому нет. Но он уже чем-то подготовлен. Он чем-то подготовлен. Просто мы об этом не помним. Он подготовлен нашими внутренними ожиданиями. И надо себе ещё раз сказать, что всё, что... Жизнь абсолютно справедлива. Ещё Блок написал, что жизнь всегда даёт человеку ровно то, что он хочет. А если сбывается не то, то значит и не очень хотелось. А хотелось ровно то, что получилось. Поэтому просто вот уровень осознанности очень же трудно по-настоящему осознать себя. Это действительно труд. Именно поэтому появилась психология, собственно, чтобы помочь людям осознавать себя. Поэтому нет. Ответ на то, случайны ли наши выборы, ответ такой. Не случайны. Ничего случайного нет. Во всяком случае, выборов наших. Это точно. Значит, мы выбираем это. Всё-таки выбираем мы. Выбираем неосознанно. Либо выбирают точно так же нас неосознанно. И мы как бы идём на этом поводу, подходим к этим людям. Но это абсолютно логично. Не случайно. Не случайно. И это не мистика. То есть это практически наука. Да. Сейчас у нас будет небольшая реклама. Мы на неё уйдём. Я думаю, что наши телезрители не будут переключаться, подготовить свои вопросы для следующей части, где мы поговорим, надеюсь, мы поговорим о том, кто же конкретно входит в наш близкий круг, хотя мы уже перечислили, просто вот по семья, друзья, наши родственники, как действует механизм выбора, почему мы ошибаемся и как сделать так, чтобы не ошибаться. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь. Встретимся через несколько минут. Готовьте свои вопросы. Спасибо. Спасибо.